Вы жили в городе цвета замерзших бутылок с кефиром, зеленые крышки, растрескавшееся стекло. Вы жили в мире войны всего мира с миром, и поперек дороги всегда мело. За металлом мешало двигаться прямо, в сороковой гастроном и в магазин молоко. И лишь у киоска мороженая каждый день стояла глухонемая, которой единственной было всегда легко. И вот однажды в обыкновенном марте по-прежнему падал снег и не таял лед. Один серьезный такой, в белом халате, сказал, что ваш старший ребенок через два дня умрет. Доктор стоял в коридоре, прикрывшись лентгеновским снимком, листал историю, поправлял очки, перебирал ключи. Подоконник, о который вы опирались, был белым и липким, и за ординаторской ужиной шли врачи. Так вместе с памятью умирает ваша любовь, и не бывало. Стираются записи, кто это здесь стоит. Хотя вы стоите рядом и не в попад поправляете одеяло, и не верите, и еще аж ребенок спит. Вы спорите долго, останется только один. Второй на замерзшем трамвае едет домой, выпивает чекушку, потом еще идет в магазин, а потом совсем не думает головой. Утром, условно-досрочно, все происходит. Телефона нет, но беспокоят соседей. Второй из вас, младшего, идет и в школу отводит, а потом все ищет ян и снова в трамвае едет. А дальше похороны, но бесконечно долго. Младший путается под ногами, молчит и не плачет. Незнакомая девочка на могилу кладет плюшевого, то ли щенка, то ли волка. Не все это что-то значит. Один из вас думает, лучше бы ядерная война, чем умерла она. Второй из вас шепчет, лучше бы умер другой, и по черенку лопаты незаметно скучить рукой. Ну и начало цикла «Любовь. Свердловская перезагрузка», который состоит сейчас из пяти текстов и посвящается литье. Так с тобой говорит и молчит Свердловск. Он снимает в зале досмотр столичный лоск, садится в самолет с серебристым крылом, приземляет и через два часа на собственной аэродроме. В самолете Свердловск не ел, не пил и молчал, и только бортпроводникам в ответ головой качал. Он выходит, закуривает, садится в машину, смотрит в окно. В магнитофоне играет группа ХЗ и группа кино. Свердловск жмет руку к шоферу и дальше молчит. И по утреннему Свердловску Альфар-Нойло Свердловск мчит. И Свердловск молча пишет длинное СМС, заканчивающееся словами «Просыпайся я здесь». И ему даже немедленно отвечают на этот текст. Миллион ошибок, два миллиона смайлов, поколение Next. Но в результате по будильнику просыпается сам Свердловск. Включившийся телевизор диктует что-то по самым мозгам. Свердловск созвонит на работу, ссылается на головную боль. Да, боль головную. Наливает кофе и наяву кушет коротко. Я курю и ревную. Из тайных комнат, из купе для отдыха проводников. Герои выходят, ни о чем не думают, ничего не помнят. И только лишь немного растерянно смотрят на дурахов. Начинаются титры, и нихуя не понятно. То ли кому-то достанется, то ли здесь могут водиться тигры, то ли это начало, то ли конец, то ли пленка разматывается обратно. Только очень страшно. Герои безостановочно курят. Это грустно или весело, это не важно. В продюсерской версии этих сцен все равно не будет. На самом деле, под тиграми в виду имеются пумы. Одна из них проходит у верхней границы кадра на самом пределе. Первый герой надевает очки, второй снимает, и все начинают думать. Трудности перевода, за кадром одновременно двора. Два внутренних голоса одновременно, что-то странная мода. Один говорит про счастье, а второго и вовсе переводить не стоит. Счастье это, когда тебя окутывает покой. Окутывает покой, и невероятный ужас, и кончается лето. И ты бьешь по портрету на постере, а стена прогибается под ломающейся рукой. Подойти ближе, посмотреть на эту руку, на эти руки, на эти глаза, на эти мокрые прятки. Что ты молчишь? Да, у меня точно все в порядке, только все кругом суки. И близко-близко подбирается кинокамера, она уже здесь. И в нее говорят, я здесь, и говорят, я здесь. А из-за нее говорят, никакого риска. Начинаются танцы, все ярко и весело, бесплатные звонки. Все поют, и СНС, бонус от МТС. Эпиграф из группы «Седьмое небо», никому неизвестный, который я слушал в юности. И только в душе ебаться ништяк. И только в душе ебаться ништяк. И вспоминать потом с утра натощак с похмелья «Седьмое небо». Слушай, да, есть еще порох в пороховницах, есть еще грустные песни в караоке. Я какое-то время не пробовал, но, кажется, еще могу разглядывать лица. Вон тогда, например, просто стою на пороге, а он едет на велосипеде. Да что там едет, он даже, можно сказать, изобретает. Ведь такой, каких не бывает из города вашего, своего, где? Не говорят ничего, а только где играют и в интернете играют. Ну то есть, как таких не бывает, ведь есть же ты. Ты есть, и ты не только играешь, ты говоришь. А я стою такой, я такой курю, и старухи у подъезда сажают цветы, и сигарета уже вторая дрожит, как мышь. Но это не важно, я к тому, что я просто пока не смогу, малыш. Я вполне волшебник, мой радужный мальчик, точнее, мой лазерный собутыльник. Слова наступают, когда ты спешишь, что хочешь, ты слышишь. Мне еще налоговая инспекция, скоро обещали вернуть полтину. А вдруг, а вдруг, до зимы потянуть не удастся? Хуй с ней зимой, такое счастье бывает далеко не каждое лето. Мой гидрохирур, можешь не волноваться. Еще никто не спит на выключен свет. Еще никто не спит на выключен свет. Гряк застыл твой косвей силуэр. Мне стыдно. Стишок, который я читал вчера на футбол с эпиграфом из Гиньяна Кудрявцева. Времена, когда мы ездили на метро. Гиньяна Кудрявцева. И вот дрожит мое сердце и вся земля. Это гол забил Куралмаш на заснеженном поле центрального стадиона. Времена, когда ты учился держать в руке карандаш. Времена, когда я на трамвае вообще ездил до своего района. Трибуны верят, что в этой игре случится спасительная для нас ничья. Ну хотя бы, хотя бы раз. Братарь отбивает пенальти и начинает молиться. Времена, когда вместе со всеми я, а ты с бабушкой в первый класс. На беговые дорожки летят снежки и льдинки. Трия свистит и вспоминает лето. Мать закончена, но в шуме не слышен свисток его. Времена, когда с тебя, наверное, сдували плитки. Я на экзаменах знал ответы. Времена, когда было счастье, а больше не было ничего. И последнее на сегодня, но адски длинное. И Бигрову по телевизору женщина в костюме говорит о погоде в Батуме. Лябис-Курецкой. Выходишь утром умываться и на кухню. Нахуй помираешь, пиздец тошнит. И весь ебле-то пух, и прыщи какие-то. И каждый как 70-летний. И качает как-то, и хватается за стены, и за холодильник. И седает щетина. И мама говорит, запиской пишет точнее. Кофе кончился. Пьешь чай, что нам чай, не проснуться с чая. Костюм, что ли, надеть на переговоры. Идешь в маленькую комнату, там костюм. Включаешь свет игуани-кусу. Говоришь игуани-кусу. Что, спишь? Просыпайся, животное, просыпайся. Игуана открывает глаза, медленно, неохотно. Глаза охуенные, красивые, желтые. Смотрят без интереса. А ведь вчера я приехал домой трезвым почти. И пиздец, в принципе, счастливый домой приехал. И с тобой потом еще и сомневался довольно долго. И ты написал, что у тебя прямо настроение хорошо. Спрашивается, зачем напился? Надо убрать это дежурное пиво. Пусть лучше в холодильнике лежит записка от мамы. А кофе пусть всегда будет. И вот сидишь с костюмом в руках. Смотришь в телевизор. Думаешь, у меня было четверо любимых. Ты пятый. С первым я научился все скрывать. Бухать. Слушать музыку. Посвящать стихи так, чтобы было никому не понятно. Со вторым я научился бухать без него. Готовить ему завтрак. Сдать его дома. Зарабатывать для него. Учить его писать стихи. Господи, мама, зачем ты покупаешь хуевый чай? У него, впрочем, все равно были плохие стихи. Зато я научился посвящать стихи открыто. И признаваться в любви. И не молчать. Недавно я сказал таксисту, чтобы не молчать. Потому что у него в рации какой-то пиздец происходил. И диспетчера лаялись с водителями беспрерывно. В любой работе есть место творчеству. Таксист ответил. Детский сад на смене. Вот и творчество в работе. С третьим я научился, что они совсем теперь еще дети. Что нихрена не понимают. Я научился любить-любить. Так что ничего больше в мире нет. Вообще ничего. Вообще ничего. Я научился ничего не бояться. Я научился бояться всего. Я научился быть готовым умереть в любую секунду. Чтобы у него было все хорошо, хотя бы нормально. Кажется, с ним я научился не бросать. Возвращаться во место преступления. Я вспоминаю, как однажды видел в сериале CSI про американских криминалистов серию, которые полицейские не хотели искать пропавшего 17-летнего парня. И главный полицейский аргументировал это так. Все равно он появится через неделю с улыбкой до ушей и засосами на шее. В четвертый я научился любить такого. Пропадающего на неделю, на две, на месяц, на ночь. Появляющегося с улыбкой до ушей и засосами на шее. Я научился понимать, что может быть будущее. Я научился не пугаться, когда обо мне заботиться. Когда обо мне думать. Я понял, что можно ничего не знать друг о друге и все-все говорить друг другу. И что это не взаимоисключающие вещи. Я научился знать, что можно быть не единственным. Я увидел, как мальчики снимают серьги и переодеваются из желтых и красных курток и футбол в черное на несколько лет. А да, в четвертом я еще научился, наоборот, не пухать. Я узнал, что бывает, если пойти ночью в разные стороны на улице и стереть телефон из записной книжки. И полтора года не видеть, не слышать голоса, не ходить никуда, чтобы случайно не встретить. А потом встретить случайно. И какое можно почувствовать счастье, и какой это пиздец. И никогда не ходите в разные стороны ночью на улице, стирая на ходу телефон из телефонной книжки. Теперь я все знаю и умею. Но не все, а многое. Это все для тебя, я недавно понял. Я всю жизнь жил для того, чтобы, когда встречу тебя, все понимать. И все сделать так, как надо. Чтобы без ошибок. Чтобы только любовь и счастье. Ну, то есть ты, конечно, абсолютно какой-то новый. Абсолютно какой-то удивительный. И я много чего с тобой узнаю. И многому научусь. Но это все уже будет только для тебя, только твое. Я хорошо помню, как недавно. Утром 27 августа я понял, что ты даже нихуя не моя любовь. Ты это моя судьба. Я вспомнил, что когда много лет назад меня хотели убить. Я думал только о том, чтобы любимый успел убежать. Это был, если что, третий по счету. Твой старший брат. Для тебя герой, кумир, образец для подражания. Для меня маленький мальчик, который должен успеть убежать. Сейчас он убежается, что из-за меня стал меньше с тобой общаться. А в ту секунду, когда я подал на тротуар с разбитой башкой, ты засыпал где-то в своем городе. Или, может, читал Гарри Поттера, или, может, смотрел какое-нибудь кино с тобой. А я думал о том, успеет ли он, скрыться в темных дворах, или выбраться на малыша к людям. Я понял теперь, для чего была вся эта жизнь, вся эта любовь, все это счастье, все эти мучения и стихи, весь этот бизнес, все эти офисы, пьянки и встречи. Для того, чтобы я увидел тебя на Антона Валика, для того, чтобы ты пришел к нам в офис, для того, чтобы мы выпили в кафе Шакон, чтобы набухались в гордости, чтобы набухались в Петровом дворе Джеймс и ЖПЛ, чтобы мы прогулялись по набережной, поговорили в Негоре, погуляли по Москве, чтобы ты уезжал и возвращался, чтобы ты просто был где-то в моей жизни, танцевал под старомодную музыку, играл на своих воображаемых гитарах, барабанил свои игрушечные барабаны, приносил свои охуенные стихи, посвященные мне мне, говорил глупости, смеялся надо мной. Ты мне нужен всегда, ты мне нужен любой. И тут вдруг звонит нас с тобой водитель Женя, звонит и сообщает, приехал. Это значит, надо вставать, надевать костюм, выходить из дома. Ты знаешь, какой портой нахладить Жене? Вчера вечером, когда я сказал тебе традиционное «Я люблю тебя, до свидания», и ты вышел из машины, я говорю ему «Ну все, включай грустную музыку». А он отвечает, сука, «Валерия Меладзе?» А потом мы едем домой, и ночной город, и играет грустная музыка, и рядом нет тебя. А Женя недавно проходил техосмотр, и его машине правильно у нас пробили в бары. И я спрашиваю, чтобы опять же не молчать совсем-то уж. «Ну что же, нам, тебе лучше стало видно дорогу?» А он говорит, «Здесь непонятно, это развещённая улица. Вот если бы ехать в полной темноте, тогда я посмотрел ему закрыть глаза и проверить лучше ли видно дорогу шаг в полной темноте». И он сделал музыку тише, закурил и задумался. Спасибо.